Привет, друзья! Вы на канале Хвост Ньюз. Этот выпуск особенно понравится тем, кто соскучился по путешествиям, солнцу и средиземноморской кухни. Сегодня расскажем, как отправиться с собакой в Италию, не покидая при этом Москву, и чем угостить питомца, пока будете дегустировать настоящую итальянскую пиццу. И еще один сюрприз. Вместе с нами в наше путешествие отправляется первая в мире собака, ресторанный критик Реса Йорк и его друзья. Они уже ждут нас. Пойдемте скорее! Кристина, почему сегодня мы встретились именно в этом ресторане? Мне нравится ресторан Роберто, потому что ребята док-френдли пускают с небольшими собачками воспитанными, такими, как Реса Йорк. Конечно, здесь вкусная кухня итальянская, паста, ручная работа, пицца, вообще нереальные десерты, почти как в Италии, не выезжая из Москвы. А еще, кстати, здесь угощают монш итальянским кормом, наливают водичку питомцам. Карина, а Стэнли, нравится ходить в рестораны? Да, ему очень нравится. Он со мной с детства ходит. Ему уже почти 8 лет, и он всегда комфортно себя чувствует. Круто, а он не скучает? Нет, потому что я всегда беру с собой игрушки, развлекаю. Вот, например, такая новая игрушка «Мистер Кранч». Мне нравится очень эта фирма. Вот я беру, он играет, перетяжка такая. В принципе, так как мы стали участниками док-френдли с сегодняшнего дня, мы официально можем приветствовать наших гостей с небольшими четвероногими друзьями. Для гостей это будет еще один повод зайти непосредственно к нам в ресторан. Друзья, в ресторане Роберто действительно кажется, что мы перенеслись в солнечную талию. Если хотите это почувствовать, бронируйте столик и приходите сюда с собакой и другими друзьями. Мы будем рады, если вы поделитесь своими впечатлениями в комментариях под этим видео. Давайте сравним наши ощущения. А чтобы выход с собакой в свет прошел без проблем, по ссылке в описании к видео сохраняйте док-френдли этикет. Как вести себя с собакой в общественных местах. Кстати, вы можете помочь нам его дополнить. Все подробности по ссылке. А мы прощаемся с вами и ждем новых встреч.